Сейчас просто не могу не поделиться тем, что происходит с Тиньковым, ну, в разрезе того, чем я занимаюсь. Вы знаете, что недавно Тиньков выступил против военных действий, и, соответственно, на него там наехали, и он был вынужден продать свой банк по Танину, и это привело к ряду совершенно любопытных и удивительных последствий для банка. И сейчас я просто, ну, не могу не рассказать, я просто ходил буквально неделю под впечатлением. Размести значок VPN на главном экране и сделай за правило входить в интернет через VPN. Итак, здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Ну, вы знаете, что сейчас рубль укрепляется, доллары никому не нужны, потому что, потому что, вот, не нужны. Идет дедоларизация, и поэтому банкам стало невыгодно иметь валютные вклады, и они потихонечку вынуждают людей отказываться от валюты. Вы знаете, что после, ну, в начале марта Набиулина ввела беспрецедентные меры, значит, там нельзя было снять, с 10 марта нельзя снять валюту, которая куплена на бирже. Можно было снять только ту валюту, которая была куплена до 9 марта, и не более 10 тысяч долларов. Вот, собственно говоря, а зачем она нужна, эта валюта, потому что, а куда мы поедем все, границы закрыты. Вот, и поэтому с долларами сложилась вот такая ситуация. В то же время кредиты в долларах никто не берет, естественно, потому что они нафиг никому не нужны, потому что на них ничего нельзя купить. И поэтому у банков сложилась такая ситуация, что доллары, в общем-то, им не нужны. И Тинькофф, значит, недавно вводит такую вот, в начале июня, насколько я помню, уже потанинский Тинькофф вводит такую историю, что он говорит, а нафиг нам нужны ваши доллары, поэтому мы вводим комиссию за то, что вы будете держать, там вообще просто замечательное сообщение пришло, значит, за то, что вы будете держать валюту в банке Тинькофф, мы будем с вас брать деньги. Причем деньги не маленькие, в размере 12% годовых, то есть 1% в месяц, и буквально он считается в ежедневном режиме, то есть деньги поступили, день полежали, значит, 1,3% с вас возьмется. И далее такая фраза, мы постоянно думаем над дальнейшим улучшением нашего сервиса, для того, чтобы нашим клиентам стало еще удобнее. То есть, смотрите, доллары у вас лежат на счете, вы покупаете доллары на бирже, дешево, наличный доллар сейчас стоит на 10 рублей дороже, чем безналичный, вот, вы покупаете доллар на бирже, кладете на счет и думаете, а что с ним делать? Ну, когда-нибудь я его сниму, вот, и это когда, чтобы это когда-нибудь не наступило, по Таняму вводят следующие, вот, ну, как бы банк Тинькофф, 1% в месяц с вас, платите деньги, если не хотите. И, значит, а рубль при этом, доллар при этом потихонечку падает, 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 из-за того, что вы храните его еще и процент сверху, значит, то есть, ну, так сказать, куда уж лучше забота о клиентах. Вот, и далее, да, Тинькофф говорит, у Тинькофф всегда были самые льготные условия для свифт-перевода, и все, кто занимался свифт-переводами, значит, переводили деньги за рубеж на свои же счета, то есть, можно было купить на бирже, 50, там, 6 рублей тогда, доллар, а он стоил уже 66 или там 69 в обменниках, но его в обменниках не купить. Если мне, например, нужно перевести деньги своей дочери за границу, то я что мог сделать? Я мог купить по дешевке доллар на бирже и, значит, заплатив Тинькоффу 15 долларов, перевести, вот эти доллары, купленные по 56 за границу, чем многие пользовались, и, в общем, Тинькофф говорит теперь, ну, все, теперь, значит, вклады свыше 1000 долларов будут облагаться вот таким, грубо говоря, налогом, а свифт-переводы с 24 по 30 июня будут бесплатные, то есть, мы делаем все для своих клиентов, и, пожалуйста, переводите свои денежки совершенно без комиссии, вообще. Это было очень здорово, я перевел в Казахстан 500 долларов, и буквально на следующий день или через день Тинькофф говорит, все, я передумал, и вы по-прежнему можете переводить деньги без комиссии, но сумма будет не минимум 20 тысяч долларов, и все такие, чё? Ну, далеко не у всех есть 20 тысяч долларов, которые надо перевести, и теперь сложилась такая ситуация, смотрите, люди купили доллары на бирже по 56, сейчас они стоят 53 рубля, вот, то есть, люди уже потеряли, и, значит, они купили эти доллары для того, чтобы перевести их за границу, а за границу, значит, ну, купили там 2-3 тысячи долларов, 5 тысяч долларов, да, а минимальная сумма, которую Тинькофф готов перевести, 20 тысяч долларов, и там в чатах я смотрю, вот те, кто, ну, у тех, у кого есть потребность там перевести деньги за границу, они говорят, давайте скооперируемся, так сказать, там, в складчину, значит, все кидаем деньги одному, и этот один кто-то, значит, самый авторитетный переводит деньги, ну, то есть, какая-то вот, ну, чушь собачья, вот, и, ну, конечно, на этом можно и заработать, потому что я говорю, ребята, давайте я вам переведу доллары, ну, по курсу, конечно же, это будет там 60, в данный момент 4 рубля за доллар, там 62 уже рубля за доллар на текущий момент, я готов перевести эти деньги за границу, ну, в сумме от 50 долларов буквально, вот, ну, то есть, на этом я и зарабатываю, собственно говоря, вот, но я могу перевести деньги только на карточку за границу, по свифт-переводу я не могу по реквизитам перевести их, вот, ну, такое ограничение, мне хватает, в принципе, то есть, люди это пользуются спросом, вот, ну, а с Тиньковым вот такая история, то есть, парадоксальная ситуация, если у вас там 2, 3, 4 тысячи, 5 тысяч долларов, то, в общем, сказать, у вас единственный вариант, что с ними сделать, это продать на бирже, вы больше ничего не сможете сделать с этим, а продать на бирже, зафиксировать убытки, либо сидеть и ждать, и смотреть, как он падает, и тоже фиксировать убытки, в общем, вот такая патовая история, и больше всего меня порадовало, что от Тинькова, это то, что мы постоянно думаем о том, чтобы сделать жизнь наших клиентов проще и легче, это просто первый, я не могу об этом не сказать, но, собственно говоря, вот, то, что я хотел сказать про Тиньков сегодня, лайк, подписка и до встречи, с вами был Деменков Юрий.